Всем привет! 7 апреля на канале Версуса вышел финал 4 сезона Фрэшблада. Он расставил все точки над И и прошел в весьма интересном формате 3х3, где каждый из участников имел по одному раунду, что как оказалось вполне достаточно, чтобы показать свои скиллы. Формат определения победителя был такой. Судьи в лице Гарри Топора, Алфавита, Хоса, Тирепса и Хайда определяли лучшую команду, а ментор победившей команды решал кому отдать бабки. Сегодня мы попытаемся разобраться с этим финалом, пройдясь по каждому из участников. Династ Браги. Браги сделал свой обычный раунд, что странно, ведь это финал и сам он не ожидал, что сможет продвинуться так далеко. Как сказал Оксимирон в начале, а Оксимирон здесь много говорил, в батл попали не только самые результативные участники, но и те, кто были, скажем так, в аутсайдерах. Вот Браги как раз из таких он это и доказал своим раундам. Мне конкретно в этом твоя трусость, засал тащить до конца я. Говорил такую ирис на бетлах, но со своих слов никогда не слезал. И это такой себе повод для гордости, но я этим правда горжусь. Ну и пусть я мог позволить себе говорить здесь все, ведь за этот спасательный круг Версуса я не держусь. Раунд был крепкий, но совсем обычный. Поменялось только то, что Браги не добавил в него дофига шуток или актерки, что в сезоне было его фишкой. В общем, он не смог удивить, зато радует, что не забывал. Такое не забывается просто. То ли дело Династ. Династ разразился здесь длиннющим раундом и успел забатлить не только Браги, но и всех участников из его команды. Даже переиграл момент с гитарой. Династ показал, по словам Оксимирона, характер. Ну блин, просто есть рабочая этика, которая иногда важнее таланта. И у него, сука, она есть. И характеры. Красавчик. Да, просто красавчик. Спасибо тебе огромное. И нам кажется, что это самая адекватная реакция на его раунд. Да, и в длинном раунде Династа были и сильные, и слабые моменты, но в общем он сделал достойно. Палмдропов Витя Бови. Ну, тут было совсем очевидное успешное выступление от Палмдропова. Чем дальше наблюдаешь за этим парнем, тем больше проникаешь о симпатии к нему. Он и есть Фрэш Блад, свежая кровь, чел, который случайно прошел на Версус и взорвал своим юмором и вартплеями. Он переиграл почти все строчки Витя Бови и много взаимодействовал с залом. Паркур, типа дыхание куриц. Паркур, ебланда, так шутили в каждом дворе в детстве. У Бекрашем Босса на эту тему даже есть песня. Кирилл это настоящая жемчужина этого сезона, и из-за него он может по-настоящему называться Фрэш Бладом. После прошедших раундов Оксимирон признался, что до конца не верил в то, что Палмдропов победит, но он смог сделать это, и мы ему респектуем всей редакцией. Все судьи отметили, что раунд Палмдропова был самым лучшим в финале, что привело к победе злых голубей. Затем Оксимирон отдал победу Палмдропову, а тот уже решил поделиться выигранными деньгами со всеми участниками турнира, даже с противоположной командой. Единственное, Микси досталось меньше всех, но, наверное, это вполне справедливо. Мне в жопу засунуть. Что до Витебови, то тут, конечно, все плохо. Забытый текст и неработающий вордплей. Подобные вещи уже никого не удивляют в баттлах Витебови, и на этот раз он не поменялся. Блядь, у них это в крови. Прошумите еще, пожалуйста. Странно, что некоторые участники так отнеслись к финалу. Все-таки события очень важные, но многие забывали текст и просто были неподготовленными. Пием Парагрин. За всю историю это уже третий баттл двух старичков. Все ожидали, что эти двое забаттлят в финале, ведь они действительно сторожил у баттл рэпа, а значит должны победить. Но они сталкиваются уже второй раз за сезон, к тому же они друзья, и им просто нечего уже говорить друг другу. Потому баттл и вышел около комплементарным. Раунд был слабым как у Пиема, так и у Парагрина, и все судьи отметили это. Возможно, они оба были незамотивированы, кто знает. Так или иначе, они оба выдали не лучшие раунды, зато самые душевные. Фэктс. Спасибо за этот сезон, особенно Сане, Смоки, Мирону. А тебе, мой мягонький пупсик, я желаю победы над нольным в основе. Успех. Что ж, косячный сезон закончился, и мы, присоединяясь к Оксимирону, рады этому. Теперь у Фрэшблада есть новый чемпион, который, как мы надеемся, не просрет свой талант и будет работать дальше. А остальным участникам хочется просто пожелать удачи, и мы наверняка скоро снова встретимся с ними в наших видеообзорах. Субтитры создавал DimaTorzok